Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Натальи Михайлик. Белорусская в цене, в столичной экономике экспорт преобладает над импортом. Так, доля привозных товаров за полгода снизилась почти на треть. Наиболее востребованной стала продукция именно отечественного производства, в частности медикаменты, косметика, обувь и кондитерские изделия. Между тем, основным экономическим партнером по-прежнему остается Россия. В целом, с белорусской столицей и торговыми нитями связаны 190 стран. А из новых перспективных направлений на карте минских внешнеэкономических отношений – Боливия и Пакистан. По итогам 8 месяцев наш экспорт коммунальных и частных предприятий составил 1,1 миллиард долларов США. Группа частных коммунальных предприятий в основном экспортирует упаковка для транспортировки товаров, косметические средства, рентген, аппаратура, запасные части для автомобилей. Площадкой для новых бизнес-договоров и контактов в ближайшее время станет и город-партнер Минска – Санкт-Петербург. В начале ноября в северной столице России пройдут Дни Минска, в рамках которых будет презентована продукция белорусских предприятий. Фонтанная зона, стилизованные беседки и спортивная арена. В следующем году парк имени Павлова в московском районе ожидает кардинальное преображение. Напомним, недавно здесь в рамках реконструкции презентовали современную воркаут-площадку. А скоро приступят и к благоустройству территории вдоль проспекта Любимого. В частности, реконструкции входной группы, созданию мест отдыха, а также освещению территории. В парке будут предусмотрены различные зонирования. Спортивная зона – это устройство площадок для футбола, волейбола, баскетбола. Детская игровая – это игровые городки. Ландшафтно-прогулочная зона – это благоустраиваться существующий водоем с устройством спусков к воде. Реконструкция фонтана там будет произведена. Ну и хозяйственная бытовая зона – это строительство административного здания для обслуживания парка. Как стать супергероем? Ответ на этот вопрос знает семилетний Артем Романцов. В конце лета мальчик предотвратил настоящее преступление. Школьник в буквальном смысле задержал пьяного водителя. С бесстрашным героем пообщалась Оксана Семашко. Раньше Артем Романцов, ученик средней школы номер 185, смелее всех тянул руку на уроки. Но это лето перевернуло всю его жизнь. Семилетний школьник помог правоохранителям обезвредить пьяного водителя. Ведь на глазах у маленького велосипедиста на улице Пулихова чуть не распрощались жизнью пешеходы. Водитель под шофе по своей безалаберности оказался на тротуаре и едва не наехал на них. Я катался на площадке и увидел, как пьяный водитель ехал. Я сказал папе, а папа позвонил ГАИ. Дядя пенсионер мне пошел руку и сказал спасибо. Сегодня Артем снова герой дня. Ведь до школы добрались правоохранители, чтобы в присутствии сверстников еще раз поблагодарить за бдительность. Кроме почетной награды, мальчику вручили и автомобиль. Правда, игрушечный, с логотипом дорожно-патрульной службы. Не по годам отважный мальчик теперь мечтает стать не архитектором, как раньше, а начальником ГАИ. Он поступил хорошо. Пусть продолжает в таком духе спасать человека. А сейчас проверим, как в аналогичной ситуации поступил бы каждый из малышей. Я бы помог этому человеку. Позвонил в милицию или еще куда-нибудь. Спасла. А вот Алла Евгеньевна в своем герое-ученике души не чает. Он даже и не хвастался своим подвигом. О нем теперь говорят и за пределами школы. Пятимилетнего парня нынче ставят в пример для других детей и не только в учебе. Мальчик спокойный, скромный такой. Он, в общем-то, и не говорил нам, что совершил какой-то такой удивительный поступок. А мама Таня говорит, что это по-настоящему мужественный поступок. И если в школе сын отличается безупречной дисциплиной и прилежностью, то во внеурочное время настоящий непоседа. Он прибежал домой, такой весь радостный. Мама говорит, мне дядя милиционер сказал, что я герой. Впрочем, такие случаи, когда народными дружинниками становятся дети и выходят один на один с нарушителями, уже не редкость. В 2013 году минская школьница Валерия Зубарева помогла задержать грабителя и тоже получила награду. Мужчина вырвал из рук прохожий сумку и попытался скрыться. Отважная девятиклассница решила самостоятельно задержать преступника, но тот пригрозил ей расправой. Девочка не отчаялась, проследила за злоумышленником и сообщила в милицию о его местонахождении. В таких случаях специалисты советуют. Если же подростки обнаружили какое-либо правонарушение, конечно же, лучше не предотвращать его самому, а набрать 102. А под занавес встречи инспекторы ГАИ вручили каждому памятки с основными правилами поведения на дороге. Фликеры, сладкие угощения и, что немаловажно, специальный календарь. Ведь впереди у ребят каникулы, и каждый может внести в своеобразный дневник с названием «Стань минским супергероем» информацию о своих добрых делах. Оксана Симашко и Павел Хадько, телекомпания СТВ. Консультации по вопросам призыва на срочную военную службу и службы в резерве призывники и их родители могут получить в военкоматах. До 27 ноября такие консультации организованы в столичном сборном пункте на улице Ангарской. Необходимую информацию можно узнать и не выходя из дома по телефону, который вы видите на своих экранах. Автобусу, дорогу, полосы для движения общественного транспорта появятся в столице уже в следующем году. Учитывая опыт зарубежных коллег, эксперты пришли к выводу, что такие дорожные перемены позволят увеличить скорость движения общественного транспорта на 10 км в час. Пока определено 5 таких пусковых участков. Это улица Лабанка-Кунцевщина, улица Немига, улица Свердлова, проспект Независимости в районе метро Уручья, там по местным проездам и улица Темиразьева. Наиболее продвинута сегодня в плане разработки проектной документации, это такой пилотный проект на улице Лабанка-Кунцевщина. Тактильная терапия. Первый Минский контактный зоопарк начал лечить детей прикосновениями к животным. В течение часа, именно столько длится встреча с зоодоктором, каждый ребенок может получить заряд положительной энергии, который улучшит не только эмоционально, но и физическое состояние здоровья. К слову, еноты, хорьки, ежи и другие животные здесь проживают в 13 вольерах. Приходят к нам детки с родителями, контактируют с нашими животными, гладят их животные, их в свою очередь тоже, видите, обнимают, гладят. Настолько это все позитивно происходит, это как минимум подъем эмоций. За счет этого уже детям приятно, это уже своего рода лечение. Плюс ни для кого не секрет, что в принципе лечение, это общение с животными всегда благоприятно воздействовало на людей. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которые всегда рядом, работала Наталья Михайлик. Всего доброго и до встречи.